Здравствуйте, дорогие десятиклассники! Мы продолжаем изучать курс информатики 10 класса. Изучаемый раздел «Алгоритмизация и программирование». Тема нашего урока – работа с файлами. Цель сегодняшнего урока – использовать файлы для чтения и записи информации. Хочу вас немножко познакомить с историей создания языка Python. Создание языка Python началось довольно медленно и неуверенно. Главным энтузиастом, который в 1990 году пытался воплотить Python в реальность, стал Гвидо Ван Россу. Именно этот человек, работая над разработкой языка ABC в Голландском институте ASVA, понял, что хотел бы создать нечто новое. Это послужило стартом для написания нового интерпретатора. Конечно, не без использования некоторых идей, взятых с ABC. Немножко о создании файла. Что такое файл? Файл – это самостоятельная последовательность символов, записанная в постоянную память компьютера. Это определенная выделенная область информации. Существование файлов не зависит от работы какой-либо программы, и они никуда не исчезают, даже при включении и выключении компьютера. Файлы могут хранить в себе различную информацию. Это тексты, программы, вирусы, картинки, интернет-страницы и так далее. Взаимодействие с файловой системой позволяет хранить информацию, полученную в результате работы программы. Основа для работы с файлами – это функция имеет два аргумента. Аргумент файл принимает строку, которая содержится в путь к файлу. Второй аргумент моды позволяет указать режим, которым необходимо работать с файлом. По умолчанию этот аргумент принимает значение rt, с которым и с некоторыми другими можно ознакомиться в таблице ниже. Эти режимы могут быть скомбинированы. Например, RBI открывает двоичный файл для чтения. Комбинируя R+, или W+, можно добиться открытия файла в режиме чтения и записи одновременно с одним отличием. Первый режим вызовет исключение, если файла не существует. А работа во втором режиме в таком случае создаст его. Начать саму работу с файлом можно с помощью объекта класса, который возвращает функцию Open. У этого объекта есть несколько атрибутов, через которые можно получить информацию. Name – это название файла. Mode – режим, в котором этот файл открыт, close it, возвращает, если файл был закрыт. По завершении работы с файлом его необходимо закрыть при помощи метода close. Однако более Python VST, работа с файлом, встроенной средствами, заключается в использовании функции white-s, которая работает как менеджер создания контекста. Написанный выше пример можно переписать с ее помощью. Главное отличие заключается в том, что Python самостоятельно закрывает файл, и разработчику нет необходимости помнить об этом. И бонусом к этому не будут вызваны исключения при открытии файла, например, если файл не существует. Немножко ознакомления чтения из файла. При открытии файла в режимах, допускающих чтение, можно использовать несколько подходов. Для начала можно прочитать файл целиком и все данные, находящиеся в нем, записать в одну строку. Используя эту функцию, целочисленным аргументом можно прочитать определенное количество символов. При этом будут получены только первые 16 символов текста. Важно понимать, что при применении этой функции несколько раз подряд будет считываться часть за частью этого текста. Виртуальный курсор будет сдвигаться на считанную часть текста. Его можно сдвинуть на определенную позицию, при необходимости воспользовавшись методом seek. Другой способ заключается в считывании файла посрочно. Метод rateLine считывает строки, а также, как и методом rate, сдвигает курсор, только теперь уже на целую строку. Применение этого метода несколько раз будет приводить к считыванию нескольких строк. Схожий с этим способом другой метод позволяет прочитать файл целиком, но по строкам, записав его в список. Этот список можно использовать, например, в качестве интерьируемого объекта в цикле. Однако и здесь существует более Python Pay. Он заключается в том, что сам объект имеет итератор, возвращаясь в строку за строкой. Благодаря этому нет необходимости считывать файл целиком, сохраняя его в список. А можно динамически по строкам считывать файл и делать это лаконично. Немного о записи файл. Функциональность внесения данных в файл не зависит от режима добавления данных или перезаписывания файла. В выполнении этой операции также существует несколько подходов. Самый простой и логичный – использование функции write. Важно, что в качестве аргумента функции могут быть переданы только строки. Если необходимо записать другого рода информацию, то ее необходимо явно привести к строковому типу, используя метод str-cell для объектов или форматированные строки. На этом знакомство с базовой функциональностью работы с файлами можно закончить. Вместе с этим стоит сказать, что возможность языка Python им не ограничивается. Существует большое количество библиотек, которые позволяют работать с файлами определенных типов, а также допускают более тесное взаимодействие с файловой системой. И в совокупности они предоставляют разработчикам легкий и комфортный способ работы с файлами. На этом наш урок подошел к концу. До свидания. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...